Он является одним из виновников российско-украинской войны и автором концепции русского мира. Владислав Юрьевич Сурков. Некогда весьма влиятельный кремлевский аппаратчик, один из создателей и идеологов партии «Единая Россия». Именно он непосредственно курировал марионеточные режимы на постсоветском пространстве. Абхазия, Южная Осетия и оккупированные с 2014 года территории Украины. Самый приближенный к Путину человек заявил, что Украины как страны нет. Есть украинство, то есть специфическое расстройство умов. Конец цитаты. Давайте разберемся, как Суркову удалось стать черным кардиналом Путина. Владислав Юрьевич родился в далеком 1964 году в Солнцево, глуши Липецкой области. В свидетельстве о рождении Суркова в графе «Отец» стоит прочерк. Хотя известно, что его зовут Андарбек Данилбекович Дудаев. Скромный чеченский юноша, который в свои неполные 18 лет подрядился работать учителем начальных классов в своем ауле. В школе Андарбек познакомился с учительницей Зоей Антоновной Сурковой. И замутили они искрометный служебный роман. Но недолго музыка играла в их кратковременных романтических отношениях. Прагматичный юный Андарбек, узнав о беременности опытной и весьма образованной девушки, сменил имя на Юрий и спешно покинул аул. Сначала он очутился на телевидении в Грозном, режиссировал общественно-политические программы. Далее институт в Ленинграде, потом служба в главном разведывательном управлении Министерства обороны СССР. Принимал непосредственное участие в специальных операциях в раздираемом гражданской войной Вьетнаме. Вслед за молодым джигитом покинула аул и уехала в Липецкую область Зоя Суркова, где и родила сына Асланбека Андарбековича Дудаева, в миру Владислава Юрьевича Суркова. Учился Слава в обычной школе в Рязанской области. Там же его мама преподавала географию, рисование и труд до самой пенсии. Как утверждают учителя, воспитавшие талантливого и циничного интригана, в школе Владислав Сурков учился хорошо, писал стихи, увлекался музыкой, был старостой класса и примерным пионером. Одним словом, банальный юный карьерист времен тоталитарного коммунистического режима. О своем первом политическом опыте Сурков даже написал мемуары. Оказывается, в школьные годы он уже торговал чехословацкими сигаретами 5 рублей за пачку. Это были огромные деньги. 25 школьных обедов. Или 50 билетов в кино на детский сеанс, или 25 на взрослый. Или 100 пирожков с повидом. Так я стал миллионером. И даже мульти, потому что большим ребятам сигареты от фирмы мы понравились. И они понемногу в течение месяца выкопили у меня все. Коля тоже стал миллионером, потому что партнер. После окончания школы, как и все амбициозные люди того времени, Владислав отправился покорять столицу. Поступил в Московский институт стали и сплавов. Но Москва слезам не верит. Вскоре на славу обули сапоги и отправили в солдаты. Служить срочную Суркову довелось в спецназе ГРУ в Братской Венгрии. Там, где начальником штаба был тогда небезызвестный Аслан Масхадов. Пошел сын по стопам отца. Там же Владислав встретил начало перестройки и понял, что армия не для его вздорного и авантюрного характера. Времена изменились. И после увольнения в запас Слава подался не куда-нибудь, а в настоящий институт культуры. Учиться кукловодить. Правда, стать дипломированным драматическим режиссером у Владислава Юрьевича тоже не вышло. С первого курса вылетел за драку. Многие отмечают, что этот человек нигде не учился фактически. Он не закончил ни институт стали и сплавов, где он проучился два года. Он не закончил институт культуры. В общем, но на самом деле это ни о чем не говорит. Человек нашел себя в пиаре, в связях с общественностью, в связях с государственными организациями. В стране тем временем все бурлило. Поднялась пена, вынесшая на поверхность Ходорковских, Березовских и прочих Абрамовичей. А вместе с ними и недоучку Суркова. Зачем тратить время на высшее образование, когда можно делать деньги буквально из воздуха? И новоявленный Остап Бендер постарался на славу. Занялся модным на тот момент бизнесом, пиаром. И в 1988 году создал агентство рыночных коммуникаций «Метапресс». Через четыре года он уже президент Российской ассоциации рекламодателей. Коммуникатор из него получился неплохой. Сначала втерся в доверие к русскому олигарху Михаилу Ходорковскому, благодаря которому попал в группу «Минотеп» «Роспром» и развел там бурную деятельность. Я из того поколения, которое воспитывалось на принципах классовой борьбы, еще застал это славное время. Я могу сказать, что классовая борьба в России должна закончиться победой креативного класса. Ну, безусловно, ему помог Ходорковский, который вытащил его как охранника, но, увидев его таланты, дал ему дорогу вперед. И он стал значимым человеком в структурах Ходорковского, потом перешел в альфа-банк. Стиль его работы действительно был креативен. Под стать атмосфере 90-х. Быстро вырос до вице-президента и потребовал у хозяев свою долю. Но хозяева Ходорковский с Невзлиным посчитали иначе. Получив отказ в «Минотепе», Гуттаперчевый Сурков вспомнил о кореше по общажной жизни 80-х, Михаиле Фридмане. Тот верно оценил потенциал и посадил славу не куда-нибудь, а прямо в кресло первого заместителя председателя правления Альфа-банка. И тут случилось чудо. Все крупные клиенты «Минотепа» потянулись в Альфа-банк. Казалось бы, достиг небывалых вершин. Что еще надо молодому закомплексованному провинциалу? Живи и ни в чем себе не отказывай. Но не мог Сурков просто сидеть на месте и стричь капусту. Хотелось острых ощущений, влиять на массы, оставить след в истории. И очутился он под крылом тогда всесильного и матерого проходимца 90-х Бориса Березовского. Стал заместителем директора телеканала ОРТ. О том, каким образом на канале появился Сурков, начальство ни разу не обмолвилось. Чем приглянулся владельцу ОРТ Борису Березовскому пиарщик Сурков? От Бориса Абрамовича мы уже этого, увы, не узнаем. Но именно он привел Славика за ручку в Кремль и сделал помощником главы президентской администрации Александра Волошина. При этом позже публично переводил Стрелкина Фридмана, мол, это его креатура, не виновата я-я. А креатура обладала специфическими взглядами. Он к миру относился очень просто, что все вокруг дебилы. Ну вот, вот, дураки. Идиоты, да? В думе сидят идиоты, он прям так открытым текстом говорил. Идиоты, которые ничего не могут придумать, которые не способны на какой креатив. Вскоре после того, как Сурков обосновался в Кремле, стартовала операция «Приемник». На политический Олимп стремительно взлетела бледная моль Владимир Путин, который еще несколько лет назад тенью таскал чемодан с бельем своего шефа, мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Социальные лифты 90-х в действии. Началась золотая эра Суркова. Реальные игры престолов. Раскрутка политических партий, проектов и общественных движений. Формирование политического поля большой страны. Дискредитация и устранение неугодных. Продвижение и поддержка послушных и лояльных политиков. Создание условий для огромной концентрации власти в одних руках. Ко всему этому непосредственно приложил руку злодей в обличии ягненка. Человек во многом придумывал комбинации. И не зря его называют кукловодом, потому что действительно человек, который имеет возможность одной рукой поддержать какое-то принятие закона, другой рукой найти для закона оппонентов, человек, который мог выстраивать самые своеобразные комбинации. Я тебе скажу честно, я считаю Суркова упырем. Просто упырем. То есть я считаю, что там, где Сурков, там кровь, грязь, убийства и все, что отсюда следует. То есть это злой и страшный человек, который играл огромную роль во всей этой истории. Борис Немцов характеризовал Суркова так. Слава, что называется, принимает форму сосуда. С Ельциным он был демократом, а с Путиным он стал автократом. У него есть своя система, которая отражает точку зрения начальства. Сурков достаточно непростой человек, очень талантливый, очень циничный, очень прагматичный и вообще по натуре игрок, политический игрок. О себе любимом Владислав Юрьевич сказал коротко, но емко. По политическим убеждениям я русский. По политическим предпочтениям путинист. Это не помешало другому русскому, Ахмату Кадырову, назвать Суркова своим братом. И было за что. Именно Сурков приложил руку к возвеличиванию этой семьи в оккупированной россиянами Чечне. Мне кажется, Ахмат Хаджи был таким человеком, которого послал Бог чеченскому народу вывести его из беды, в которую этот народ попал. Правда, старшему Кадырову дружба с Кремлем стоила жизни. Зато младший получил полную и безграничную власть в регионе. Чтобы ее удержать, он вынужден выполнять для Путина самую грязную работу. Что касается внутренней политики, Сурков создал и отладил в России жесткую авторитарную систему власти. Своеобразную цепочку. И наша партия Единая Россия, в гостях которой мы находимся, и почти все политики в стране, они за последние годы выработали очень простой метод, собственно, политики. Да, извините за повтор. Политика – это когда ты добился увеличения финансирования по какой-то строчке бюджета. Есть проблема – вот вам деньги. Вальяжно рассуждающий на политических площадках о политике и деньгах Сурков достиг небывалых высот на политическом олимпе России. В мае 2008 года он сел в кресло первого заместителя руководителя администрации президента РФ. Будучи внутренне совершенно неформальным и контркультурным, стал чиновником номер 3-4, да, если уж там брать иерархию. В одно время он, безусловно, был очень влиятельным человеком. Сурков стал топ-чиновником, но стать своим в доску не получилось. Человек, которому мечтал быть допущен в ближний круг распила, но никогда не был допущен в ближний круг распила, и потом он был вынужден строить разного рода декадентские конструкции из того, что вот Владимир Владимирович сейчас вот у вас эти нехорошие американцы отберут власть и так далее, так далее. А дайте мне бабки. А бабки Суркову очень нужны. Роскошная жизнь, особняки посреди девственного леса возле самой Москвы. Две жены, любовницы, дети в разных семьях. Всех надо обеспечить по высшему разряду. Первая жена, Юлия Вишневская, на ненавистном русском западе давно обустроилась в Лондоне. Ценительница кукол. Собрала огромную, уникальную коллекцию. Некоторым экземплярам более 400 лет. Дорогое удовольствие. Вторая жена, Наталья Дубовицкая. Любительница так вот запросто махнуть с подружками по грибы в другую область. Нет, не на машине. На вертолете. А там, уже в лесу, ее ждут навороченные американские джипы «Хаммеры» и вездеход «Шаман». Красиво жить не запретишь московским нуворишам. После 12 лет в Кремлевской администрации 27 декабря 2011 года талантливый парень Слава Сурков становится заместителем председателя правительства России. На этой должности особенно ничем не отметился. Продолжал курировать СМИ, юстицию, суды, прокуратуру и статистику. Однако в мае 2013 года ярый путинист Сурков внезапно вступил в публичную конфликтную полемику с самим Путиным. После чего ушел в отставку по собственному желанию. Вполне вероятно, что эта отставка не была импровизацией. Сурков взял паузу и ушел в тень ровно на год, чтобы подготовиться к предстоящим событиям, связанными с Украиной. Какое отношение имеет Сурков к аннексии Крыма и девятилетней войне? И почему он называет себя архитектором русского мира? Смотрите в следующем выпуске, дорогих товарищей! Субтитры создавал DimaTorzok